Всем привет! И сегодня мы с вами рассмотрим очень интересную ловушку, где мы будем играть за белых, и с помощью этой ловушки вы сможете победить очень много своих партий. Давайте начнем. Эта партия играла в скандинавской защите, мы будем смотреть за белых. Белый начинает партий ходом Е4, далее черный отвечает Д5. Скандинавская защита, белые забрали ЕД, Ферзь Д5, ну и мы играем конь С3, напали на Ферзя, и в этой позиции мы рассмотрим менее популярный ход, такой ход как Ферзь Д8. Да, в этой позиции черный Ферзь не отступает ни на А5, ни на Д6, ни на Е5 с шахом, а именно Ферзь Д8. Ну и после этого хода мы играем слон С4, вводим в игру свои фигуры, далее черный играет конь Ф6, мы играем конь Ф3, ну и в этой позиции у черных есть два хода, после которого они проигрывают. Первый ход это слон Ж4, где они связывают нашего коня, ну и второй ход это ход слон Ф5. Давайте сначала рассмотрим ход слон Ж4, итак черный сыграли слон Ж4, связали нашего коня, ну и тут мы делаем два хода, с помощью которых побеждаем. Первый ход это конь Е5, какие варианты есть за черных? Они могут забрать нашего Ферзя, также могут отступить на А5, чтобы уйти из-под удара, ну и после слона А5 они будут защищать пешку на Е7, ну и одновременно будут сохранять нападение на нашего Ферзя на Д1. Давайте рассмотрим первый ход, это ход слон Д1, после этого хода я поздравляю вас, мы уже побеждаем, мы играем слон Ф7, на Д7 нельзя из-за коня, на Е7 тоже забирать нельзя, это шах и мат. Второй ход это слон Х5, после чего мы просто забираем Ферзь Х5, если черный не забирает нашу Ферзя, то мы просто остаемся с лишней фигурой, а также у нас конь и слон смотрят на Е7. Ну и видим то, что у черных очень плохая позиция, а у белых все хорошо, потому что все фигуры развиты, только чернопольного слона осталось развить, ну и дальше белый сделал трекировку, и здесь белые уже победили. А если даже они допустят ошибку и заберут конь Х5, то мы играем опять же слон Ф7, шах и мат. Ну и последний ход остается за черных, это сыграть слон Е6, чтобы не дать нам забрать слон Ф7, тогда мы просто играем слон Е6, ну и после ФЕ мы играем Ферзь Ф3, видим то, что напали на пешку на Б7, а также раскрыты вот эти белые диагонали, которые смотрят на черном короле, ну и тут уже за черных бессмысленно играть, это уже проиграна позиция. Также пешка на Е6 очень слабая. Первый ход был слон Ж4, как я вам показал, мы после него побеждаем, ну и второй ход это слон Ф5, после слона Ф5 мы играем конь Е5, видим то, что грозится слон Ф7 мат, из-за этого черный играет Е6, не дает нам сыграть, но тогда мы просто играем Ферзь Ф3, напали на пешку на Б7. Какие ходы есть за черных? Если допустим они играют С6, то мы просто можем в этой позиции сыграть Б3 и конь Ф7 и в любом случае побеждаем. Первый ход это конь Ф7, мы сыграли конь Ф7, делаем вилку на Ферзя и на ладью, из-за этого черный король обязан забирать, ну и после этого мы просто видим то, что король просто добровольно стоит на связку, и пешка больше не может двигаться, мы просто забираем Ферзя Ф5, ну и остаемся с лишней пешкой, и правда черный король тоже лишен рокировки, ну и тут очень плохая позиция у черных. Ну и второй ход, это можете сыграть конь Ф7, либо же можете сыграть Б3. После Б3 это такой обманывающий ход, дело в том, что после него мы побеждаем. Если допустим черный не замечает наш ход, и допустим делают ошибку, А6 играет, то тогда мы просто играем конь Ф7, точнее Ферзя Ф5, забираем слона, и видим то, что черный, да, забрали ЕФ. После этого мы играем слона Ф7, шах, король Е7, и вот почему мы сыграли Б3, чтобы слона вывести на А3. Мы играем слон на А3, делаем шах, и тут черному королю некуда отходить, приходится играть С5, ну и тут мы играем слон С5, шах, ну и допустим, если Ферзе Ф6, просто забираем, и у нас просто лишняя фигура, и выиграны оппозиции. Дальше мы видим то, что коня на Ж6, можем поставить с нападением на ладьи и на слона, там сделать рокировку, вывести ладью и быстро победить. Вот так вот, дорогие друзья, обязательно выучите эту очень интересную ловушку, применяйте в своих партиях и побеждайте. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем удачи и всем пока.